Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам только что. Сегодня у нас в гостях Александр Александрович Крымов, начальник Академии ФСИН России. Здравствуйте. Добрый день. Очень рад видеть вас у нас в студии. Александр Александрович, буквально на минувшей неделе, на прошлой неделе на базе Академии состоялась конференция, посвященная уголовному процессу. Кто на ней присутствовал, чему она была посвящена в целом и что вы на ней обсуждали? В апреле текущего года на мероприятиях, посвященных 60-летию аналогичной кафедры управления органами расследования преступлений в Академии управления МВД России, возникла идея провести конференцию, которая бы объединила всех ученых-процессуалистов, практиков, которые занимаются расследованием преступлений, разрешением уголовных дел, ну и тех людей, которые занимаются нормотворчеством в этой сфере деятельности. Конференция имела статус всероссийской и проходила под идеей и названием особенности преподавания уголовного процесса в современных условиях и современная уголовно-процессуальная практика. Она объединила прежде всего заведующих кафедрами начальников кафедры уголовного процесса различных вузов правоохранительной направленности и гражданских учебных заведений. Конференция проходила под целью объединить процессуалистов с точки зрения, как сегодня преподавать уголовный процесс, как учить будущих высококвалифицированных специалистов. Я подчеркну, что у этих будущих специалистов в их руках судьба человека. Это расследование уголовного дела, это разрешение уголовного дела, это самые, наверное, тяжелые санкции, это лишение свободы лица, преступившего закон. В 70-х, 80-х годах, последний раз, были учебные пособия, которые говорили, как нужно преподавать уголовный процесс. Но сегодня нам представляется, что эта тема могла бы объединить, и на самом деле конференция показала, что она объединила людей абсолютно разных взглядов, поскольку в этой тематике все могут найти свое место, как преподавать ту или иную тему, ту или иную проблему. И следующие два вопроса, которые рассматривались на конференции, это использование в учебном процессе результатов научных исследований, которых в России достаточно много. Это использование в практической деятельности следователя, прокурора, суда этих результатов, и использование результатов научных исследований в нормотворческой деятельности. У нас приняли участие очно большой круг специалистов, известных не только в России, но и за ее пределами докторов наук. За очное участие принимали представители Государственной думы, Следственного комитета Российской Федерации. На конференции выступили прокурор Рязанской области, председатель областного суда. Прошло две секции по различной проблематике. Но я особенно хочу отметить, что на этой конференции мы получили такого курсанта, который был заинтересован с утра до вечера в тех проблемах, которые обсуждались с высокой трибуны, высокими учеными и практиками. Результат конференции необычен. Это решение о разработке общероссийского учебного пособия по преподаванию уголовного процесса. Это проекты документов по созданию Ассоциаций процессуалистов России. Вообще у вас масштабная совместная работа идет со многими и академиями параллельно, и с преподавательским составом различных вузов. Какие результаты приносит это взаимодействие? На самом деле научно-исследовательская деятельность это безусловно одно из важнейших направлений, один из китов работы любого высшего учебного заведения. И не случайно мы носим статус академии, статус ведущего вуза. Последние годы развитию научной деятельности уделяется очень большое внимание. Я скажу только, что научно-педагогический потенциал академии за последние четыре года вырос почти на 100 докторов и кандидатов в наук. Сегодня более 330 докторов и кандидатов в наук осуществляют научно-исследовательскую деятельность. Буквально на следующей неделе мы увидим результат этого взаимодействия. То есть, я так понимаю, мы сейчас с вами говорим о форуме, который пройдет на базе академии в период с 25 по 26 ноября. Совершенно верно. Два с половиной года назад на одном из совещаний Федеральной службы исполнения наказаний родилась идея, и мы высказали свои предложения о проведении первого российского международного пенитенциарного форума. И почему Рязань? Почему Академия ОВСИН России? Потому что сегодня это ведущий вуз уголовно-исполнительной системы с более чем 80-летней историей, и мы знаем, что в советские годы и в Российской Федерации именно Рязань была основной кузницей подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы. Более того, таких учебных заведений в мире, по правде сказать, нет. Именно с таким масштабом, уровнем, количеством реализуемых специальностей. Поэтому была выбрана Рязань. Второй форум – это обобщение результатов работы за последние два года. Это снова изучение современного пенитенциарного опыта. Это обмен опытом в различных направлениях работы с осужденными. Это общение на уровне руководителей пенитенциарных служб различных стран. Мы проанализировали историю форумов и пенитенциарных конгрессов, которые проходили и в 18-м, и в 19-м веке. Но они проходили, во-первых, очень редко. Во-вторых, они в своем содержании имели совещание руководителей пенитенциарных служб. Сегодня это широкое участие представителей общественности, органов государственной власти и управления, ученых, которые занимаются обобщением этой практики. На второй пенитенциарный форум в Рязань прибывает порядка 500 гостей. Это 22 страны, 17 зарубежных государств. Очно это такие страны, как Бельгия, Ирландия, Великобритания, Германия, Швейцария. Страны Содружества Независимых Государств – Вьетнам, Монголия и другие. Применительно к странам Содружества Независимых Государств можно отметить, что на первом форуме состоялась встреча и подписание протокола о намерениях о создании Совета Главпенитенциарных Служб страны СНГ. И 22 октября текущего года президентом Российской Федерации уже подписано распоряжение о разрешении создания такого совета, которое, видимо, будет подписано на одной из ближайших встреч руководителей стран СНГ и руководителей пенитенциарных служб. В рамках форума состоится пленарное заседание, четыре международных научно-практических конференции по направлениям уголовно-исполнительной системы, более семь круглых столов и также по направлениям деятельности профильных управлений и дискуссионный клуб по имиджу уголовно-исполнительной системы в средствах массовой информации. Результат форума – это, прежде всего, новые выводы, это новое направление обобщения практики и создание новых авторских коллективов по разработке новых практических рекомендаций, учебных пособий, законопроектов и, наверное, много другого полезного. В работе форума практическую составляющую обеспечивают все руководители профильных управлений в СИН России, представители целого ряда территориальных органов, субъектов Российской Федерации и, конечно же, представители, руководители всех учебных заведений, которые осуществляют подготовку кадров для уголовно-исполнительной системы. Ну и мне, конечно, думается, что для Рязани это событие, это событие и, наверное, еще один способ привлечения внимания к старинному русскому городу. Александр Александрович Крымов сегодня был у нас в гостях, ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Спасибо, что были с нами, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова